Ну и, наконец, последняя категория — это триллеры. Тут российская пропаганда тоже многое активно гадит, создавая как низкопробные фильмы-ролики категории «Игрок», то есть дали уже некуда ниже, ну типа и псошных роликов, снятых за две копейки с алконами из-под ближайшего гастронома. Была там такая сага о чёрных трансплантологах на украинском фронте. Но иногда у пропагандистов получается действительно страшно. Тут на «Оскар» были номинированы Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, но получает «Оскар» Ольга Скобеева с фильмом «Зет-апокалипсис», в котором зомби Российской империи и Советского Союза бродят по России и кусают всех окружающих, превращая страну в толпы «Зет-зомби», которые орут что-то про исторические русские города. И это было бы смешно, а не страшно, если бы эти зомби потом не обстреливали эти типа родные, и типа «русские города» ракетами и шахедами убивая реальных мирных жителей – стариков, женщин и детей. Эта история показательна не только тем, насколько они лживы и омерзительны, все эти зомбаки вместе со Скобееве, но и тем, что на этом примере российские граждане могут представить себе, как будут их самих безжалостно бомбить и уничтожать, их же сограждане, в случае опасности для путинского режима. Кстати, Ольга Скобеева получает еще и премию за лучший грим-зомби, ну, точнее, за его отсутствие. Без грима так быть похожей на зомби-квин – это талантище! Однако от самой идеи Эммануэль не отказался. Как сообщает издание «Индепендент», «Иностранный легион» будет отправлен на допомогу ВСУ, ежели армия России, вы не поверите, вплотную подойдет к Киеву или к Одессе, то есть к исторически русским городам. О, видишь, смотри, работает бригада! Все-таки Оле подсказали, что есть еще иностранные легионы, не только французские повара во французской армии. О, видишь, как хорошо! Да. Так, в смысле, вы же уже давно воюетесь с иностранными легионами. То есть я с десяток программ видел, как они там показывают. Ну, у нас есть легионы татанистов, есть легионы чьи-то из африканского континента. Короче, у нас тут на выбор легионы. Западных куча, натовских куча, базы. Все это есть. В смысле зайдут? Как это? Уже все здесь. Чего тут думать-то? А тут оказывается, что нам плевать, кто бы туда ни зашел. Мы со всеми... А почему такая реакция, спрашивается? А почему Путин вдруг вылез, и Киселеву начал рассказывать, что лично... То есть раньше же как? Он выпускал хомяка этого, да, ручного, Медведева, который кричал «Всех испепелим!» А сейчас сам лично, сказал, готовы к применению. То есть значит, что-то сильно не нравится. А Макрон молодчина. Макрон, может, он не все сделает, что обещал, но он саму дискуссию поднял. Он разделил страны на тех, кто стыдливо говорит, нет, ну мы как бы зачем, не отправим, ракеты не дадим. И на тех, кто говорит, да, это давно нужно было уже сделать. А когда он это сделал, то в принципе те, кто стыдливо там говорят, ну ладно, Таурусы не дадим, вот эта трусость, она уже все полностью на поверхности. То есть она под увеличительным стеклом в сравнении с теми, кто не боится. Поэтому он очень крутой. Он меня в последнее время сильно порадовал. Да, 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 да. В нем проснулся какой-то такой гасконец, понимаешь, что я прям, честно говоря, даже не знаю, что от него ожидать. Каждый раз открываюсь с чувством приятного ожидания, что он дальше сказал. Но тут вот такое вот дело, ребята, вам не надо бояться иностранного легиона в Одессе. Вам нужно опасаться иностранного легиона французского с британскими морскими морпехами и украинскими сухопутными войсками в Крыму, вот в районе Севастополя. Это обычно для вас заканчивается грандиозными какими-то абсолютно поражениями, затоплением очередным флота и поражениями в войне, которые потом вы учите в учебниках истории еще в течение долгих и долгих столетий. Так что, хотя я уверен, что на самом деле мне почему-то кажется, что Одесса, даже если там появится иностранный легион, то это далеко не последний и не единственный пункт, где в принципе могут появиться наши французские, например, или голландские, британские подмены. Конечно. Так тут еще прикол в чем? В том, что Черноморский флот в Крыму боится появиться. Да, кстати. Не то, что там к Одессе подплыть. Если когда-то у российских адмиралов Нахимова, Корнилова, Лазарева и так далее, если когда-то у российских адмиралов были корабли, которые можно было затопить в Севастопольской бухте, торчали мачты и не прошли вражеские суда, то есть сейчас у них даже топить нечего, все уже потоплено украинскими вооруженными силами и другими нашими доблестными структурами. А то, что не потоплено, в Новороссийске прячется. Придется топить в Новороссийске. Понимаешь, раз в Крым нельзя прийти, там придется топить. У нас просто нет другого выхода. Ребята, вы заставили нас. Мы хотели, чтобы вы затопили свои корабли в Севастопольской бухте, но вы их подло вывели в Новороссийску. Придется их топить в Новороссийске, хотя мы этого не хотели. На самом деле хотим. Но никому об этом не скажем. Так, ну что, все, сворачивайте красную дорожку, потом ее надо будет развернуть, проветрить, отчистить там, химчистить. А то весь склад нам завоняет всем вот этими вот всеми. И хоть времени до следующей церемонии у нас немного, всего неделя, лучше проветрить сразу. А то, если не провести дезинфекцию, потом в доме заводятся всякие пропагандонские насекомые. В голове, точнее, не в доме, а в голове заводятся пропагандонские насекомые. Впрочем, как заведутся, мы их сразу на булавку и под микроскоп. Так что до следующей недели. И следующего хит-парада лучшая пропагандонская пятерка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова